В Старой Ладоге открыли археологический сезон. Раскопки начались здесь, на земляном городище. Последние два года археологи в этом месте не работали. Хотя в свое время, начиная с 99-го года, именно здесь были открыты самые древние слои Ладоги. А это середина 8-го века. Раскопки на земляном городище с небольшими перерывами ведутся уже почти 100 лет. Археологи вскрыли в общей сложности больше 500 квадратных метров. В этот раз зашли на небольшой участок по соседству с юго-восточным бастионом. В данный момент мы только приступили к работе. Это самый первый этап раскопок. Снимается дерн, защищается поверхность без дерна. Прежде чем снимать дерн, археологи разметили территорию, которую будут изучать. Тщательно поделили участок на квадраты. Им предстоит проследить за стратеграфией или, по-другому, геологическими слоями самого бастиона. Вот лопаты натощим и за день-два справимся. Уже на следующей неделе здесь ждут студентов из ЛГУ и из Нижнего Новгорода. Когда экспедиция будет в полном составе, с объемами справятся за две недели. Ждем всего самого интересного и неожиданного. Несмотря на то, что участок земляного городища изучают много лет, археологи верят в новые открытия и находки. Например, известно, что до того, как дерево-земляные валы были пристроены к Ладожской крепости, здесь располагался административный центр села. Подтверждением являются найденные в разные годы печати. Уже много лет археологи и музейщики мечтают пополнить фонды берестяной грамотой. Раньше ведь раскапывали только, познавали мир умерших, сопки, курганы. А после раскопа Крепникова в Старой Ладоге на земляном городище как раз началась городская археология Великого Новгорода, Смоленской и других древнерусских городов. После городища экспедиция зайдет еще на несколько участков. Раскопки будут продолжаться в крепости, на Тайничной башне и на Восточном прясли. Археологи уверены, эта земля хранит еще немало артефактов. Надеются, что в очередной раз Старая Ладога их обязательно удивит и прольет свет на многие еще неизвестные страницы своей древней истории. Марина Челапко, Андрей Осин. Последнее известие. Старая Ладога.